Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем прохождение игры Farm Manager 2021. В прошлой серии мы закончили главу номер 3, Аварийный план, сегодня приступаем к следующей главе, Экзотическая роскошь. Ну что ж, поехали. Поздравляю, твоя цель достигнута, теперь можно подумать о дальнейшем развитии. Сперва заверши курс по трудовому праву. Эти курсы позволяют вам в игре, например, повышать производительность труда, уменьшать цену строений, также позволяют счета у вас уменьшать, например, на несколько процентов, повышает долговечность машин. И вот он, семинар по трудовому праву, повышает работоспособность работников на 5%. Продолжительность обучения всего 3 дня, и стоит это всего лишь 5 франков. Ну что ж, друзья, поехали. Я думаю, что мы сразу же ускоряемся на максимум, и будем выполнять это задание в новой главе, главе номер 4, Экзотическая роскошь. У нас вот здесь можно будет посмотреть, на сколько процентов у нас завершилась вот эта вот кампания, а также смотреть, какие у нас ошибки. Ни одной ошибки нету. Мы в прошлой серии отлично наладили производство. У нас производятся здесь и капусты, и черные смородины, и мак. Здесь у нас производится малина и клубника. Все это перерабатывается в заводах. Здесь у нас, насколько я помню, у нас перерабатывается баранина, которые выращиваются бараны. Здесь и здесь у нас есть козочки. Так что все идет своим чередом. Более того, смотрите, начальство готовит нашу фирму к выходу на более эксклюзивные рынки. Это касается и твоей фермы. То есть мы выполнили только что это задание. Нам сейчас дадут, скорее всего, новое. Мясо перепелов. Их яйца очень вкусные, полезные, хорошо ценятся. Займись разведением этой птицы. Сперва размести три малых курятника, а затем купи хотя бы 30 перепелов и произведи 250 перепелиных яиц. То есть сейчас мы будем зарабатывать деньги на перепелиных яйцах. Ну что ж, друзья, давайте сейчас прикинем, куда мы можем это все установить. В принципе, можно будет... Вот этот дом бы надо снести и перенести его поближе вот сюда, потому что здесь он у нас будет мешаться. И здесь можно сделать настоящую перепелиную ферму. Поэтому давайте, пока у нас есть деньги, мы сразу же сносим вот этот вот склад. Заменяем его точно таким же складом, но попробуем его выставить в удобном месте. Если он сюда... Нет, сюда у нас не умещается. В принципе, склад можно будет установить вот в это место, но там что-то мне подсказывает, что нам эта территория пригодится для каких-то дальнейших засеиваний. Поэтому склад... Ну давайте вот здесь вот, мне кажется, будет самое лучшее место. Потратили мы совсем немножко денег. Теперь проводим сразу дороги на будущее. Лучше сразу все закольцевать для того, чтобы машины у вас могли ездить во все стороны. И здесь придется потратить значительное количество денег. Все отлично. И здесь, я думаю, у нас отлично выйдет та самая ферма перепелов, которые нам должны были дать уже новый рецепт. Смотрите, малый курятник позволяет разводить курей, уток, гусей и, видимо, перепелов. Ну что ж, давайте, нам нужно будет три сначала малых курятника. Наверное, можно вот так вот сейчас их приделать. Раз, два, три. Погнали сейчас на полной скорости. Их сейчас произведут. После этого нам нужно будет закупить сюда специалистов-животноводов, которые у нас будут ухаживать за этими перепелами. Давайте сейчас дождемся. Пришло лето, пора отдыха и отпусков. К сожалению, это еще и бурный период. Тут время ухода за растениями и начало сбора урожая. Ну что ж, у нас здесь не хватает электроэнергии. Нужно будет подвезти. Эх, совсем чуть-чуть не хватает. Можно будет вот так, наверное, объединить провода. Так, все, готово. Электроэнергию мы с вами подали. Теперь сюда нужно будет нанять три специалиста. У нас есть свободных четыре места. Посмотрим, есть ли у нас такие, смотрите, выносливости животные. Конечно же, этого сотрудника мы берем сразу же. Дальше нам нужно с выносливостью и с животными. Вот, выносливость и животные берем этого сотрудника обязательно. И, к сожалению, у нас больше нету того, кто у нас любит животных. Поэтому возьмем Ангелину Назарову. Просто любит животных. Все, закупили. Теперь нам нужно будет их сначала, ну, можно сразу же, в принципе, назначить. Назначаем прям по порядку. Первого. Казимир Афанасьев. Назначили и сразу вкачиваем его в выносливость и в профессиональные навыки. Готово. Следующий у нас свободный человек. Это Иван Морозов. Тоже назначаем и то же самое прокачиваем ему все по максимуму для того, чтобы производительность труда была максимальной. Но и Ангелина, она у нас не очень выносливая, девушка, хрупкая. Но зато она отлично справляется с коровами. Все в порядке. Назначили мы с вами людей. Теперь нужно будет непосредственно закупить. Нам сказали хотя бы 30 перепелов. Ну, как я понимаю, тут по 10, значит, у нас будет. Вот у нас перепела. Стоят они не так уж и дорого. Всего по 20. 5 в ряду. Следовательно, 10 в каждом курятнике. Закупаем, друзья, их. И у нас потом отпускаем с паузы. Для того, чтобы сразу же у нас все это принялось. Все, 30 перепелов мы купили. Теперь нужно будет назначить им еду. Ну, давайте, пусть они будут пшеницу, пусть будет гречиха. Здесь у нас льняные семечки, яблоки и тыквы. Что ж, тогда еще и льняные семечки тоже назначаем. И это придется назначить всем нашим трем вот этим вот малым курятникам. Ну, а теперь нам нужно будет это все закупить. Давайте это примем. Итак, друзья, нам нужно будет сейчас в закупках первая очередь купить пшеницу. Поехали. Пшеница. Ну, она стоит недорого, поэтому достаточно купить вот, например, 3 тонны. И выйдет это все в 5 тысяч. Не так уж и дорого. Второе. Горячиху. Стоит она уже, конечно, подороже. Поэтому, наверное, закупим 2 тонны. И будет это стоить 11 тысяч. И дальше у нас еще было льна. Кажется, семена льна. Поэтому выбираем. Вот они, семена льна. Стоят они уже очень дорого. Поэтому мы их закупаем всего лишь на тысячу. К тому же цены сейчас подросли. И будет это стоить 12 тысяч. Ну, все. Закупка у нас полностью проведена. Если что, у нас вот здесь вот есть сарай, который обеспечит сюда обеспечение всеми этими продуктами. Сейчас завезут и перепелов, и еду. Вот, сотрудники уже приехали на место. Перепелов завезли. И мы выполнили с вами еще и второй пункт. Теперь нам нужно будет произвести 250 штук яиц. Но это у нас произведется в автоматическом режиме. Капуста с малиной у нас полностью собрались. И будем ждать, смотреть, как тут у нас перепелята будут яйца нам давать. Во, смотрите, забирать уже начали. То есть, первый урожай у нас, можно сказать, так созрел. Малый коровник сделал нам нового животного. Очень неплохо. И еще парочка коров у нас тоже появилась. И малина тоже есть. Давайте посмотрим, что у нас здесь с бараниной. Все в порядке. Баранина есть, корова есть. И мы выполнили с вами еще один пункт. Мы произвели 250 яиц. Полный успех. Следующим шагом станет разведение страусов. Построй две страусиных вольеры. И купи хотя бы 15 страусов. Интересно, друзья. Ну что ж, давайте. Нам, скорее всего, должны были дать уже схему страусиных вольеров. Потому что здесь идет все по порядку. Так, страусиные вольеры. И, наверное, можно вот так вот приткнуть, чтобы здесь провести дорогу. Да, чтобы все вот так вот объединить. И у нас здесь есть, должна вернее быть, здесь полная электроэнергия. Сразу же сделаем логистику. Вот отсюда нам нужно будет провести дорогу вот сюда. Здесь соединяем так. Так, построить малые страусиные фермы полностью обеспечено. Все. Мы обеспечили здесь дорогой. Теперь нам нужно будет купить еще два специалиста по животным. Посмотрим. Здесь у нас всего одного можно купить. И нам бы неплохо бы вот с таком... Вот смотрите, есть животновод. Очень крутой. И стоит он недорого. Второй животновод. И вот, животные и выносливость. 1300. Такую мы берем обязательно. Здесь у нас тоже животновод. 1000. Ну, смотрите. Я думаю, что можно, в принципе, купить любого. Вот у нас уже есть полностью прокачанный. Стоит всего лишь 1200. И мы его не можем здесь купить, к сожалению. Потому что у нас закончилось место. Поэтому давайте я предлагаю еще потратить немножко деньги. Построить здесь завод по постоянным рабочим. Вот сюда мы его приделаем. И отпускаем с паузы. Назначаем хотя бы первого... А странно, они у нас куда-то уже убежали. По каким-то другим делам разбежались. Ладно, будем тогда их искать. Вполне возможно, он у нас пошел не по своему назначению. Да, она у нас почему-то пошла в сад работать. Видимо, там требовалось гораздо больше людей. Нет, тебе бы не нужно было бы в сад. Тебе лучше вот сюда нужно было бы. Давайте мы ее, знаете, как мы ее, наверное, пока временно уволим. И переместим вот сюда вот новых сейчас назначим. Купаем сотрудника. Сразу же его назначаем. И прокачиваем ему животноводство до конца. Все, одного мы с вами купили. Сейчас у нас достроится вот этот вот домик. Здесь пока что никого нет. Придется нам посмотреть человека с навыками и с любовью к животным. Так, пока что у нас, к сожалению, вот смотрите, есть животные и выносливость. Стоит, правда, дороговато, но мне кажется, он у нас окупится вполне вот здесь вот на этой работе. Итак, животные. Тут у нас есть тракторист очень хороший. Есть животновод. Пока что они свободные. Но я думаю, что они прямо сейчас найдут свое место. А мы прокачали все по максимуму. 1400 у нас получает. Так, построили два страусиных вольера. Купи хотя бы 15 страусов, поскольку они у нас продаются. Ага, такие цены дорогие. Их тоже, как я понимаю, можно будет покупать по 10 штук. Давайте, знаете, как купим. Вот здесь вот, например, купим 8 и там купим 8. Итого у нас будет, ну, почти 15-16 страусов. Вполне возможно, что они очень быстро размножаются. Поэтому здесь именно так и сделано. Все, отпускаем паузы. Так, следующим шагом станет разведение страусов. Построй два страусиных вольера и купи хотя бы 15 страусов. Все, мы их купили. Задание у нас должно быть выполнено через секунду. Готово. Дальше читаем. Для поддержания конкурентспособных цен тебе нужно выращивать пшеницу, овес, рожь и гречиху. Как раз все то, что назначается вот здесь вот на фермах. Кстати, мы совсем забыли назначить. Вот смотрите, у нас есть здесь льняные семечки. Можно будет назначить и там, и там, потому что мы их уже закупили. Дальше. Что это такое? Соя. Это у нас сорга и кукуруза. Давайте кукурузу тоже тогда им назначим. Ну, а дальше кукурузу нам придет сейчас закупить. Смотрите. Создайте четыре поля размером не менее 50 на 50 метров и посади на них урожай, друзья. Что ж, давайте для начала все-таки обеспечим вот здесь вот все для наших страусов. Первым делом нужно будет купить кукурузу. Итак, кукурузу обычную покупаем. Стоит она, слава богу, недорого, поэтому покупаем 3000 на 3000 рублей. Отлично. Все, здесь закупили. Ольняные семечки у нас уже есть. Мы закупали для наших вот этих вот перепелов, которые нам тут дают яйца. Так, теперь нам нужно будет создать четыре поля размером не менее 50 на 50. Мы с вами в прошлой серии вот здесь вот улучшали дом, здание. Оно у нас теперь позволяет строить большие поля. А следующий уровень у нас будет поле 100 на 100 метров. Следовательно, давайте сейчас прикинем, где у нас будут находиться именно эти поля. Вот здесь вот, мне кажется, самое лучшее место. Поэтому четыре поля 50 на 50. Посмотрим в задании. Посади пшеница на поле. Минимальный размер 0,2 гектара. То есть 5,5, 25. Да, все понятно. То есть, в принципе, можно выполнять вот эти вот задания. 0,2 гектара. Давайте от этого будем сейчас отталкиваться. Итак, первое поле. У нас, я надеюсь, вот эти вот столбики все автоматически снесутся. Максимальная длина у нас 76 метров. Давайте оставим. У нас просто будут такие длинные вытянутые поля. Смотрим вот сюда вот в размер. Здесь будет написано, сколько это гектар. Мне кажется, это будет самое лучшее, самое компактное расположение наших полей. 0,82, 0,2, 13. Итого это больше, чем 0,2 гектара. Ну что ж, давайте засадим вот это вот поле раз. И таких нам нужно будет сделать 4 штуки. Итак, 0,2, 13, 2. Поехали дальше. 0,2 гектара. И следующее поле, оно у нас как раз, наверное, уйдет почти до самого конца. Здесь можно будет какие-то домушки поставить. Например, вот такие вот силостные башни. Или, например, сарай. Или, например, вот какой-нибудь склад. Так что это место нам тоже пригодится. Все, друзья, готово. У нас еще есть 130 тысяч, поэтому давайте мы их сразу же потратим в дело. Итак, дороги очень главные, чтобы было удобно подъехать со всех сторон. Все, готово. И теперь нам нужно будет назначать тот урожай, который нам сказали. Итак, пшеница на поле в 0,2 гектара. Сюда высаживаем пшеницу. Итак, пшеница, да, пшеница обычная. Будем удобрять у нас навозом. Кстати, нужно будет посмотреть. Да, навоза у нас очень много, так что на поля этого хватит. Следующий у нас будет овес. Итак, поехали. Овес. Я не вижу. Вот, семена овса. Кстати, мы семена овса используем практически для всех наших животных. Так что теперь нам его не нужно будет закупать. У нас уже вот здесь вот есть вот это вот, кажется, поле овса. Но у нас будет большое теперь поле с овсом. Дальше нам нужно будет сделать еще рожь и гречиху. Рожь мы высадим вот сюда. Смотрим. Рожь. Вот. Семена ржи. Тоже на органические удобрения. Ну и здесь у нас будет гречиха. Гречиха. Вот она у нас тоже с органическими удобрениями. Все. Поля мы с вами засеяли. Отпускаем с паузы. Я думаю, что у нас сейчас быстро все посеется. Чего-то не хватает. Трактор рега не хватает. На самом деле это не совсем так, потому что трактора у нас вот раз простаивает, два простаивает. И наверняка еще и вот здесь вот простаивает один трактор. Нет, вот он пошел как раз баронить. Сейчас они возьмут все трактора, быстро засеют все поля, быстро здесь все вспахают, взбаронят. Люди у нас вроде бы есть. Давайте посмотрим, как у нас дела обстоят сейчас с торговлей. Пока у нас вот так вот обычную скорость включим. И посмотрим, что мы можем дополнительно еще и продать. Перепелиные яйца. На пике цен 5 тысяч. Можно будет их поставить на автоматическую продажу. Баранина. Тоже на пике цен продаем. Малины мы сделали аж на 20 тысяч. А клубники, вернее наоборот, на 17 тысяч. Прекрасно. Можно продать еще козьего молока, но цены снижаются. Поэтому мы не будем сейчас это делать. Так, у нас какое-то задание одно, похоже, выполнилось. Так, коровье молоко у нас продается автоматически. Льняных семечек у нас осталось прям совсем мало. Поэтому я думаю, хоть они стоят и очень-очень дорого. Смотрите, всего 50 килограмм. Все-таки придется их закупить вот так вот 2 тонны. И как назло, цены возросли. 24 тысячи мы с вами потратили. Ну ладно, друзья. Смотрите, здесь нечего есть. Может быть, еще тогда купить сою? Так, давайте мы тогда им еще поставим для разнообразия сою. И сою мы тоже закупим. Со-я. Вот она у нас. Стоит она не так уж и дорого. Поэтому сразу закупаем 3 тонны на 6 тысяч. Это копейки. Все, 85 тысяч у нас остается. Деньги все вложены. Куры и страусы и перепела у нас все выращиваются. Можно будет сейчас ускорять время для того, чтобы у нас вот здесь вот засеялись все поля. Смотрим, как первое поле вспахано. Второе странно отсутствует. Третье идет к культивированию. А здесь пока якобы не хватает тракторов. Это неправда. Вот у нас трактористы стоят. Можно, наверное, закупить. И давайте сразу же закупим, попробуем закупить еще одного тракториста. Неплохо бы, чтобы он любил машины. И вот машины и животные нам не подойдет. Нам нужно, чтобы это было машины и выносливость. Сегодня нету таких у нас в наличии. Поэтому подождем немножко. Ну все, друзья, смотрите, поля у нас засеиваются. Минимальный размер поля мы с вами обеспечили. Четыре поля у нас сейчас будут. Мы много всего у нас, новые коровки здесь. Здесь клубника, недостаточно ресурсов овца. Можно временно переключиться. Но пока что две овцы есть. И здесь у нас овцы постоянно пополняются. Да. А смотрите, еще пшеница. Давайте пшеницу тогда поставим. Сою тогда поставим дополнительно. А что можно еще и укос? Укос еще морковь и солома. А мне кажется, что солому мы с вами вроде бы выращиваем. Давайте посмотрим, продать. Мне кажется, солома вот у нас есть. Давайте вспомним, все ли у нас. Вот это вот не очень хорошая девушка. Смотрите, у ней по переработке и по пчеловодству. Мы ее увольняем. Да, давайте. Ты действительно хочешь уволить работника? Хочу я ее уволить. На ее место мы назначим хорошую сотрудницу, у которой будет как выносливость, так и переработка. Ну, при условии, если мы прямо сейчас это сможем найти. Пока что не найдем, но буквально на следующий день, если проверить, то все у нас должно быть в списке. Так, здесь у нас перепела. Смотрите, как у нас тут ходят страусы. Кстати, страусы, наверное, тоже очень быстро пополняются. Перепела. Давайте мы вот что сделаем. Так как это задание мы выполнили, мы продадим вот так вот по одному перепеленку и посмотрим, насколько быстро они у нас будут выращиваться. Вот так вот. У нас должно быть здесь сообщение. Смотрите, мак собран, урожай собран. Все у нас отлично. А мак, если я правильно помню, мы перерабатываем вот на этом комбинате. И здесь у нас делаются молотые семена мака, которые, между прочим, стоят очень даже недешево. Так, создать 4 поля. Сколько мы уже выполнили процентов? Пока что ничего, но я боюсь, что нам сейчас должна помешать зима, потому что что-то у нас поля засевают очень-очень медленно. Мне это дико не нравится. Давайте посмотрим, кого мы еще здесь можем нанять. Вот, машины есть, пока что только лишь машины. Выносливость растений было бы очень неплохо закупить. Переработчика нам еще нужно будет. Выносливость из сады. Ну, давайте еще немножечко подождем, когда придут более крутые к нам люди. Во-первых, нам здесь нужно будет машина, так как у нас постоянно один из тракторов стоит. Это говорит о том, что нам не хватает людей. Смотрите, нет склада поля овес. Вот это вот серьезное замечание, поэтому нужно обязательно посмотреть. Якобы для овса мы не можем складировать вот в этом вот хранилище. Проверяем. 35 из 45. Да, у нас скоро закончится здесь вот этот вот ангар, поэтому что мы сделаем? Мы, конечно же, расширим эти все возможности, закупаем на складах дополнительно... Так, вот такая вот башня у нас здесь уместится, надеюсь. Так странно, почему-то не умещается. Тогда давайте закупим вот так вот парочку обычных башен. Нет навоза-разбрасыватель. На одной из машин у нас нет навоза-разбрасывателя. Сюда не хватает. Видимо, друзья, происходит следующее. У нас не достигает. Давайте посмотрим. А нет, все у нас нормально по навоза-разбрасывателе. Можно будет его, наверное, прикупить. Еще один навоза-разбрасыватель. Так, он у нас в дополнительных. И смотрим, еще один навоза-разбрасыватель. Стоит он всего 6 тысяч. У нас 129 тысяч. Да, давайте его приобретем, чтобы он всегда у нас был, как дополнительная тележка. Потому что вот здесь у нас везде навоз разбрасывают. Кстати, что у нас по навозу? По навозу могут быть проблемы. Нет. Навоз хоть и уменьшается. Да, навоз уменьшается. Но сейчас идет посевная как раз у нас. Смотрите, в поле вспахано. Идет культивирование. Тоже идет культивирование. И здесь даже уже идет с гречихой. Уже идет даже посадка. Отлично. Посадка началась. Но мне кажется, что мы тупо не успеем до снега. Все трактора у нас заработали. Давайте еще попробуем нанять каких-нибудь классных, хороших людей. И обязательно я буду теперь брать только лишь с выносливостью. Чтобы они у нас работали по полной программе. Смотрите, животные машины. Нет, сегодня нам также не повезло. Очень много ошибок. Давайте посмотрим. Особенно критические ошибки. Небольшого сарая нам не хватает. Нет склада. Нам нужно будет проверить, есть ли у нас место на складе. Смотрите, 50 тысяч из 50 тысяч. Поэтому давайте сейчас на паузе. Сразу же установим дополнительный склад. Если он поместится, сюда не помещается. К сожалению, сюда. Наверное, можно будет развернуть и его здесь уместить. Но я бы хотел его более компактно куда-нибудь установить. Например, вот сюда. Да, давайте, мне кажется, это самое будет лучшее место. И он у нас покрывает практически всю территорию. Все, сейчас эта ошибка уберется. Нет склада для малого коровника, мы знаем. Нет склада для мака. Все, у нас вся проблема только лишь в складе. Ускоряем время. Как только склад построится, у нас уберутся из этих 16 ошибок. Я думаю, все, скорее всего, сразу же уберутся. Недостаточно ресурсов для овца. Давайте сейчас посмотрим. Итак, внимание. Склад построился и все ошибки у нас автоматически убрались. И мы выполнили задание. Мы построили поле с гречихой. Так, первое. Минимальный размер. Это вот это у нас первое. Теперь у нас будет собственная гречиха, которой мы будем снабжать наших перепелов. Отлично. Давайте посмотрим, куда еще можно будет применить гречиху. Здесь у нас только едят сою. Здесь у нас морковку и солому. Морковку, кстати, мы здесь не назначили. А смотрите, у нас козыра. Давайте мы одну козочку продадим. А здесь мы... А овцы у нас автоматически перерабатываются вот на этом заводе. Овцы закончились. Поэтому я переключусь временно на коров. Нужно будет вот у каждого забрать по единичке. И пока что даже вот можно по два. Чтобы у нас коровы автоматически выросли. И их не нужно было бы покупать. Сейчас завезут дополнительно еще сюда коров. Начнется переработка говядины. Говядина у нас продается в автоматическом режиме. И для поддержания, создай оставшихся три поля. Ну, смотрите. Одно поле у нас уже заработало. Второе поле у нас культивируется. Третье тоже. Четвертое пока что лишь вспахано. И у нас уже заканчивается лето. Я единственное боюсь, что... Давайте посмотрим. Наймем еще одного тракториста. Боюсь, что у нас просто тупо не хватит времени. Итак, животные, сады, выносливость, пчеловодство. Нам пока что это не нужно. Выносливость и растения. Было бы, наверное, неплохо купить такого человека. Но стоит он немножко дороговато для нашей казны. А здесь выносливость и пчеловодство, к сожалению, таких мы себе позволить не можем. Невыгодных клиентов. И напомню, что вот отсюда мы забрали, уволили, вернее, одну сотрудницу. Которая была не очень выгодна для нас. Давайте здесь, например, посмотрим. Может быть, мы здесь кого-то сможем. Вот, смотрите. Машины и выносливость. Прекрасно. Но нам нужно будет назначить их на поля. Да, давайте. Здание для постоянных работников. Все. Закупаем его. И прокачиваем сразу же в максимум. Чтобы он у нас брал трактора и вспахивал вот эти вот поля. Он находится у нас здесь рядом. Максимальные профессиональные навыки и максимальная работоспособность у него полностью будет обеспечена. Все. Я сразу увидел. Он там взял машину. Вернее, идет к трактору. И собирается вспахивать. Смотрите. Собирается вспахивать какое-то поле. На малину он почему-то пошел. Странно, почему игра так переназначила. Мы специально сюда экономили человека. Так. Значит, у нас не хватает рабочих, которые у нас могут работать в теплице. Следовательно. Давайте посмотрим временных сотрудников, которых мы закупали на лето. Давайте. Вот в этом домике. У нас здесь 12 сотрудников. Все 12 работают. Они, правда, недовольны зарплатой. Так как я им урезал. Не хочу платить им много. И здесь у нас в домиках есть один свободный человек. Ну, давайте попробуем. Вот смотрите. Растение. Переработка. Нам еще переработчиков нужно будет назначить. Вот смотрите. Растение и выносливость. Конечно же, мы покупаем такого человека. И сразу же его вкачиваем. Он пойдет на теплицу. А с теплицы у нас освободится человек. И пойдет работать на трактор. Того самого, которого мы купили. Все. То есть, они, скорее всего, должны автоматически замениться. Пока что здесь вырубаем. Здесь тоже ждем. У нас есть 76 тысяч. И мы вроде бы неплохо зарабатываем деньги. Давайте посмотрим, что мы можем продать. Капусту мы перерабатываем, кажется, в вот такую вот квашеную капусту. 35 тысяч. Неплохо мы продали. Яйца страусов. 7 тысяч. Что-то совсем мало. Здесь 27 тысяч. Перепелиные яйца мы продали. Баранину на пике цен. Ну, 10 тысяч. Это несерьезные деньги. И, по сути, все, друзья. Мы с вами больше ничего особо-то продать не можем. Черную смородину мы будем перерабатывать. Кстати, давайте построим еще один завод по переработке фруктов. Нам нужно будет 380. Сейчас мы подкопим деньги. И построим еще точно такой же вот второй завод. Потому что у нас есть много различных фруктов, но заводик всего один. И он тупо у нас не успевает справляться со всеми. О, смотрите, перепела. У нас все-таки они рождают. Да, небольшое. В сарае и в курятнике у нас родилось. Так, недостаточно клубник, недостаточно ресурсов коров. Давайте посмотрим, чего здесь 4. Пока все идет нормально. Так, переработка и выносливость у нас здесь прекрасные. У второй сотрудницы тоже переработка и выносливость. Тоже прокачаны по полной программе. Здесь у нас тоже переработка и выносливость. Но я вроде бы оставил только лишь самых лучших сотрудников на всех наших предприятиях. Так, давайте посмотрим. У нас недостаточно сотрудников. Можно будет их назначить на работу вручную, скорее всего. Давайте сейчас попробуем. Я не знаю, насколько это будет эффективно. Потому что тракторами, понятное дело, спахивать будет гораздо выгоднее. Но нам нужно успеть до зимы сделать вот эти вот поля. Смотрите, все. Тут начинают уже что-то высаживать. Удобрения раскидывают. Отлично. Здесь сейчас тоже раскидывать будут удобрения. А здесь пока что с пшеницей мы, скорее всего, не успеем. И углубимся в зиму. Но будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Животные у нас рождаются постоянно. Барашков мы... Ага, козочка еще одна. Давайте мы продадим, чтобы у нас родилась новая. А мы за них продаем по 200 франков. Зарабатываем деньги. Недостаточно ресурсов по коровам. Ну, все. Я думаю, что здесь можно будет переназначаться. А давайте я предлагаю сделать следующее. Так как у нас, я понял, очень быстро рождаются перепела. Мы сейчас изменяем вид и смотрим. Вот по коровам мы зарабатываем по 180. А на перепелах мы будем зарабатывать с вами, если они, конечно, режутся. Да, режутся. 36. Ну, не такие уж и большие деньги. Но зато нам не нужно будет думать, где брать перепелов. Потому что... Давайте вот мы их назначаем. Потому что сразу вот так вот по 3 с каждого берем. Раз, два, три. Итого у нас будет 9. Раз, два, три. Отлично. Перепела раздаются очень быстро. Здесь девушки будут у нас перерабатывать. А здесь у нас постоянно будут пополнять. Все. Запускаем этот вид производства. И сбагрим то, что мы наконец-то сделали. Что у нас есть? Перепелиных яиц на 12 тысяч. Страусиные, ну, вообще невыгодные. Какие-то копейки прям. Малиновое варенье, клубничное вернее, мы продали солидно. И квашеные капусты 7 тысяч тоже неплохо заработали на этом денег. Все остальное у нас должно продаваться в автоматическом режиме. Смотрите, молотые семена мака. 60 тысяч. Вот это вот прям неплохая прибыль у нас пошла. Так, излишков у нас нет. Здесь в порядке, здесь в порядке. Трава продается, солома есть. Навоз у нас начинает почему-то немножечко уменьшаться. А овечье молоко в цене упало, к сожалению. И мы выполнили с вами посади овес на поле. Смотрите, как классно. Мы уже два задания сделали. Теперь осталось только рожь и пшеница. И будем надеяться, что здесь у нас уже удобрение. Здесь у нас уже вспахано. Чего-то здесь не хватает, друзья. Трактор Регани, достаточно сотрудников. Мы назначили с вами сотрудников. Ну, смотрите, трактора есть. Один стоит. Все-таки давайте попробуем купить хорошего, такого надежного тракториста с выносливостью. Так, растение и выносливость. Переработка и выносливость. Давайте купим первого. Здесь переработка и выносливость. Покупаем второго. Они нам все пригодятся. Во! Выносливости машины. Как нам сегодня повезло. Денег-то у нас хватает. Вроде бы хватает. И еще есть. Это не подойдет. Здесь тоже не подойдет. Сначала мы их назначаем. Во-первых, вот здесь можно будет выкинуть вот этого сотрудника. Увольняем его. На его место назначаем там, где у нас переработка и выносливость. И сразу же даем ему максимальные бонусы. Здесь и здесь. Все. Здесь он у нас заработал. Дальше. По трактористу. Тракторист у нас где? Вот тракторист. Прокачиваем ему силу и профессиональный навык. И он должен у нас автоматически будет назначиться. И дальше мы с вами купили вот по растениям. Два из пяти. Тоже их прокачиваем с выносливостью. Растения. Они у нас сразу пойдут на поле работать. И вполне возможно, что до зимы мы успеем засеять вот эти вот поля. Это было бы очень, кстати, хорошо. Чтобы успеть выполнить это задание. А там уже зима. Скорее всего, начнутся проблемы. И еще я смотрю. Мы с вами сделали вот этот вот непонятный заборчик. Я предлагаю его... Давайте снесем. Интересно, деньги мы за это по 100 рублей получаем. Нет, копейки. Здесь хорошая такая территория, которую можно будет использовать для своих целей. Например, вот так вот провести. И сюда еще можно будет здание. И сюда еще 2-3 здания можно будет построить без всяких проблем. А у нас, как я и говорил, в малом курятнике родились новые перепела. Клубника и малина собраны. И да, во всех трех курятниках у нас появились новые перепела. Так что машинки сейчас будут приезжать. Эти машинки будут вот сюда вот, смотрите, привозят забирать. Ну и мясо перепелиное, вы видели, стоит какие-то копейки. Но зато не нужно будет следить за вот этим заводом. Он у нас будет работать в автоматическом режиме. Смотрите, здесь мы можем назначить еще одного сотрудника. Давайте мы сделаем производство. Посмотрите, животные и выносливость. Ну, у нас, в принципе, везде прокачано неплохо. Дальше с выносливостью машины и выносливость. Евгения Исакова. Я думаю, что можно ее, наверное, купить, чтобы она у нас... Да, давайте мы тогда ее приобретем. Сразу прокачиваем ее в максимальные навыки. И она... Посмотрим, куда она сразу назначится. Так, здание для постоянных сотрудников. Работает на пшеницу. То есть она сейчас подойдет. Я думаю, возьмет один из наших тракторов. Вот у нас свободный трактор. Она должна его взять и здесь начать что-то обрабатывать. Вон, смотрите, там люди пошли уже работать. Интересно, что они делают? Культивируют. А зачем они культивируют вручную? Ну, потому что я назначил галочку культивировать вручную. Может быть, сейчас трактор подгонится и будет у нас здесь все нормально. А здесь у нас идет посадка ржи. Только бы до зимы, конечно, успели, чтобы не было проблем. И у нас только одна проблема. Нам не хватает перепелов. Но уж извините, как говорится, они рождаются не каждый день, а в принципе через день. И они сюда будут успевать поступать. Мы с вами сделали посадить рожь на поле. И у нас остается только лишь пшеница. Посмотрим, почему они не хотят делать в автоматическом режиме. Давайте подробности. Может быть, я случайно галочку снял. Нет, разрешить работу и так и сяк. Так что должны у нас... Ох ты! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек у нас работает на этом поле. И уже у нас сентябрь месяц. Но посадка идет уже вовсю. Культивирование пока что идет. Смотрите, раз трактор простаивает. Наверное, вот здесь вот в сарае. Нет, он поехал уже куда-то. Вот же идет плуг. Культивационная машина. Может быть, их просто не хватает, этих машин? Это что у нас такое? А, это сообщения, которые идут от каждого. Тут каждый день практически выходят обновления для этой игры. Все меняется, поэтому иногда значки перемещаются с места на место. Посмотрим свободные места. 150 тысяч, 110 тысяч. Здесь 75 тысяч, 50 тысяч. Скоро у нас уже не будет хватать складов. Поэтому давайте продавать все, что только можно. Смотрите, перепела. Ну, пять тысяч, это очень смешно. Дальше. Молотые семечки. Очень неплохо, даже с такими маленькими объемами. И 7 тысяч мы еще и на малиновом джеме, и на квашеной капусте. Вот, черная смородина. 12 тысяч всего лишь за 360 килограмм. Это очень хорошо. И шерсть у нас выросла в цене по 10 тысяч. Тоже прекрасно продаем. Смотрите, нам бы крыжовного варенья еще сделать. Козьего молока. Ну, знаете, я не знаю как. У нас пока что цены падают. Вполне возможно, цены потом будут расти. И долго ли хранится молоко или нет, я пока что в этой игре не знаю. Но мне кажется, что здесь ничего, никакие продукты не протухают. Поэтому мы молоко пока что сэкономим. И у нас есть 350 тысяч. Я, наверное, дождусь, пока не буду их тратить. Потому что, скорее всего, нам сейчас дадут следующее задание. Перепелов не хватает. Это все в порядке вещей. И удобрение. Удобрено. И некоторые виды работ невозможны из-за приближения зимы. К сожалению, мы уже ничего не сможем сделать. Как бы мы здесь ни старались. Какую бы технику мы сюда ни подвели. Если появляется вот такой вот значок. Это говорит только об одном. Что нам сейчас нужно будет пропускать зиму. Зарабатывать деньги. А у нас уже практически полмиллиона. И просто дожидаться, когда наступит весна. Потому что мы ничего с этим поделать не можем. Ну что ж, друзья. Давайте мы сейчас сделаем следующее. Так как у нас очень много всяких фруктов. Вот этих вот там малина, клубника и прочее. Я думаю, что мы закупим еще один завод по переработке фруктов. Сколько он стоит? Он стоит 380. У нас есть 430. Надеюсь. И задание нам никакое не дадут до следующей весны. Смотрите. Пришла осень. Большинство культур дает урожай. Работа на полях полностью заканчивается. И наступает мороз. Ну что ж. Ладно. Отлично. Мы тогда займемся делом. Завод по переработке фруктов у нас никуда не умещается. Я думаю, можно будет вот сюда завод установить. Давайте мы сейчас попробуем сделать вот что. Мы сейчас удаляем вот эту вот дорогу. И вполне возможно, что можно будет впритык установить... Да. Смотрите. Сюда завод. Вот так вот поближе к дороге. Устанавливаем его. Пусть он делается пока. И у нас будет удвоенный выпуск вот всяких вот этих вот вкусностей. Вы уже видели, что на складе у нас скопилось прям огромное количество. Полторы тонны клубники, малины. Где-то я видел еще крыжовник. Крыжовник, кстати, тоже стоит очень дорого. Здесь продаем за приличные деньги. Капуста у нас заканчивается, к сожалению. Вот крыжовника еще тоже полторы тонны. Так что эти деньги, я думаю, мы окупим. Ну вот даже за всю эту зиму. Курятник рождается, урожай собран. Пока идет все в порядке. Да, к сожалению, вот этот вот значок не дает нам никак закончить вот это вот задание. Придется нам, к сожалению, ждать зиму. Ну, зато мы заработаем на этом денег. И к следующему заданию мы подойдем во всеоружии. Заводик у нас заработал. Электроэнергия на него уже подана. Нужно будет назначить сначала вид производства. Ну, давайте сначала крыжовное производство посмотрим, сколько оно стоит. 61, а сколько у нас стоит малиновое? 90. Поэтому давайте выберем малиновое производство. И сюда посмотрим никого, что нет. Поэтому покупаем человека, переработчика с выносливостью. Очень надеюсь, что такие сегодня у нас будут в списке. Ну, к сожалению, нету. Но я не хочу, чтобы у нас завод простаивал. Поэтому покупаем вот этого вот сотрудника, раз. Сразу же его назначаем на новый завод. А потом, когда мы с вами найдем новых людей, сразу же почнем сейчас переработку. Мы тогда сюда назначим уже более профессиональных. Даже не так. Он и так профессионал. Более выносливых работников мы сюда назначим. Все. Теперь у нас будет приносить двойные деньги. Два завода, двойные деньги. Сначала он должен накупиться. Но за зиму как раз поля у нас... Не буду смотреть, как красиво здесь работают трактора. Интересно, а что он делает? Сбор урожая граблями. То есть он у нас траву здесь автоматически, получается, собирает, косит. И сразу же отвозит на склады. Кстати, про склады. Не нужно забывать проверять всегда наши склады. Вот у нас уже опять не хватает сараев. То есть буквально еще чуть-чуть. И сарай у нас полностью заполнится. Еще нужно будет посмотреть с навозом, как дела. 9,800. Он вроде бы застабилизировался. Потому что я видел, он у нас падал до 7, а сейчас стал 9,800. Потому что мы на полях уже все удобрили. И нам вроде бы навоз больше будет, наверное, не нужен. Да, 9,900. Все, он потихонечку начинает возвращаться. Нам навоза больше не нужно. Тем более наступает, что зима. За зиму у нас наберется достаточно. Курятники у нас прибавляются. Здесь у нас постоянно идет перепелиное мясо. Можно будет поставить это все тоже в автоматическом режиме. Например, продажа черной смородины. Но она у нас, кстати, скоро закончится. Так, продажи семена мака 13 тысяч. Но тут небольшие деньги. Вот, перепелиные яйца 15 тысяч продаем. И давайте мы, наверное, поставим это все на автоматическую. Добавляем продукт. Здесь перепелиные яйца. И продаем все, что, например... Ну, даже не 200, а я думаю, все, что больше 100 яиц, мы автоматически будем продавать. Посмотрите, у нас начинается пожар. Вызываем пожар. Коровник загорелся. Дорога сюда подведена. Да, без проблем. Ну, ладно. Давайте тогда ускоряться. Сейчас сюда приедут пожарные. Надеюсь, что коровы наши... Так, все, приехал. Отлично. Надеюсь, что коровки наши не пострадают. Четыре штуки. Да, все в порядке. Здание сгорело. Тысячу мы с вами на ремонт. На апгрейд этого здания. Ну, хорошо, все обошлось. Я вовремя заметил, когда у нас было предупреждение. И у нас все пока что всего лишь одна ошибка, не значащая абсолютно. Я предлагаю, так как у нас закончился маг, мы сменим на лен. Лена у нас нету, но лен мы закупим. Итак, лен. Вот. Надеюсь, что он стоит... Да, совсем недорого. Сразу покупаем тогда четыре тонны. И пусть у нас все это перерабатывается. К тому же, этот лен сразу же пойдет на кормление наших перепелов. Которые, посмотрите, потихонечку у нас... А, страусы у нас тоже родились. Отлично. Вот так вот прям поменьше. И здесь тоже продаем. Что ж, на страусах, в принципе, на самих страусах можно будет заработать неплохие деньги. По варенью. На пике цен продаем первое варенье. Второе варенье заработали прям приличные деньги. Так, капуста, перепелиные яйца у нас продаются в автоматическом режиме. Перепелиное мясо. Ну, цены падают. Это очень плохо. Шерсть. Цены нормальные. Квашеная капуста. Вот, смотрите, как она пошла хорошо в рост. Все остальное мы продать, к сожалению, не можем. А крыжовник нам сейчас понадобится... Может быть, цены здесь вырастать начинают? На козье и овечье молоко пока что нет. Я думаю, пока вот здесь вот не сменится у нас значок, цены у нас, к сожалению, расти не будут. Ну, ладно, друзья, очищаем и смотрим, самое главное, за серьезными ошибками, чтобы их не было. С овсом у меня есть следующая идея. Мы можем перемалывать ее на муку. А навоз у нас опять начинает прибавляться. Кстати, сечка у нас заканчивается. Хорошо, что я заметил. Сечку закупаем. Там у нас сразу же... Он вообще стоит копейки. Поэтому закупаем 4 тысячи для того, чтобы вообще не думать. И у нас есть 230 тысяч. Смотрите, в цене выросли арбузы и черная смородина. То есть мы просто можем продавать черную смородину, даже ее не начав перерабатывать. Полторы тонны клубники. И черная смородина постепенно, постепенно начинает заканчиваться. Так, у нас 11 ошибок. Это очень серьезно. Посмотрим на паузе. Нет склада. Нет склада для курятника и все. Скорее всего, склад полностью переполнен. Как-то у нас быстро так склады переполняются, друзья. Потому что, видимо, был сбор урожая. Это хорошо, когда у нас полные склады. Я думаю, вот сюда вот мы сейчас склад установим. Только после того, как, во-первых, уничтожим вот эту вот штуку. Во-вторых, нам нужно будет провести вот здесь вот дорогу, чтобы сразу же у нас было подключение. Ну и в-третьих, устанавливаем сюда склад. Отлично, он вошел. Все. Теперь со складами проблем у нас теоретически быть не должно. Смотрите. Да, это у нас как раз сообщение о том, что закончился склад. У нас прям склады забиты. Давайте все-таки что-то продавать. Смотрите, льняные семечки нам нужны для кур. Перепела. Ну, тут совсем копеечные. Шерсть продаем. Малину продаем. И черно-смородину продаем. По одной коровке родилось везде. Я так думаю, что когда родится по 4 коровы, мы тогда переключимся временно на коров. Овец можно будет вот так вот продать. Тем более молоко сейчас не очень выгодное. А кормить я их особо-то не хочу. Вот даже вот так вот давайте. Пока у нас здесь полностью набьется, к тому времени у нас цены начнут расти на продукцию для коз и овец. И у нас вообще нет ни одной ошибки. В курятниках родились у нас новые перепела. Их сразу привезли, видимо, вот на этот вот завод. И сразу начинают перерабатывать перепелиное мясо. Пришла зима, наступают первые заморозки. Полевые работы пока окончены. Теперь стоит сосредоточиться на здоровье животных и отремонтировать машины после каждого рабочего сезона. Ну что ж, курятник у нас... Наверное, лучше даже отключить эти сообщения, потому что они нам будут надоедать. Недостаточно перепелов мы с вами знаем и так. Ну хорошо. Наконец-то у нас начинается зима. Наконец-то скоро придет весна. И мы сможем выполнить с вами вот это вот задание, которое у нас, к сожалению, затянулось из-за того, что вот у пшеницы вот такие вот особые условия. А мы уже опять подкопили полмиллиона денег. Можно будет вложить опять в какое-нибудь производство. Давайте подумаем, чего у нас много, чего мы наиболее выгодно можем продавать. Можно будет, кстати, проанализировать, что у нас вот здесь вот в экономических ситуациях. Смотрите, по 150% у нас практически все предприятия работают, кроме вот этого молокоперерабатывающего предприятия. Давайте посмотрим, почему. Вполне возможно, здесь какие-то сотрудники недостаточно хороши для нас. Здесь переработка. Давайте вот так вот. Наверное, из-за этой девушки у нас проблемы. Выносливость и переработка. И здесь у нас тоже работает отлично по переработке. Смотрим, друзья, как у нас теперь стало все по 150%. На животноводческих фермах тоже везде по 150%. Сельскохозяйственные у нас работы продолжаются. Складов у нас, в принципе, хватает. И можно, подождите, на паузе можно будет продолжать обучать персонал. Что, например, нам будет выгодно? Например, смотрите, за 90 дней можно будет повысить скорость производства на 10%. Давайте изучим. Тут не такие уж и большие деньги. А 90 дней, это практически зима, у нас промчится мгновенно. Можно, кстати, ускорить. И здесь у нас идет авторасчет, что у нас будет в конце сезона. То есть в конце сезона он говорит, что баланс будет 400, ну, округлим, полмиллиона. Давайте пока отменим. У нас уже и так полмиллиона. И сравним с тем, что у нас на самом деле будет в конце сезона. Посмотрим, насколько компьютер хорошо будет продавать. И насколько мы справимся с продажей вручную. Давайте прямо по порядку. Например, будем продавать только в пике цен, а покупать продукты, когда цены будут минимальные. Так, по 27 яйца. Что-то у нас цены на яйца прям сильно, друзья, упали. И смотрите, цены начинают расти. Налоги мы заплатили. Шерсть хорошая идет в продаже. Квашеная капуста. Так, а капуста у нас есть? Да, капуста у нас предостаточно. Все остальное у нас продается в автоматическом режиме. Навоз у нас начинает прибавляться. Солома 25, мне кажется, нужно будет продать 5 тонн. Ну, это копейки будут. На тысячу мы всего лишь продали. Но самое главное, мы здесь освободили место. И кормовая свекла, смотрите, опять же здесь очень много. Стоит она прилично. Я думаю, в районе 6 тысяч. Да, ровно 6 тысяч мы с вами заплатили. Трава продается автоматом. Сечка, сечка нам нужна. Так, овечье молоко. Не вырастает в цене. Козье молоко. 50 тысяч там и 50 там. А представляете, если у нас на 30% подскочат цены, мы здесь по 100 тысяч сможем продать. И тогда мы точно обгоним компьютерный мозг. И у нас будет гораздо выгоднее управлять этим вручную. Так, смотрите, друзья, у нас какое-то выдалось предупреждение. Вызови ветеринара. Так, 1800. Мы вызываем ветеринара. Здесь можем продать немножко страусов. Сейчас приедет специалист. А, кстати, почему у нас не достает, видимо, наш ветеринар, которого мы... Давайте посмотрим, насколько у него... Да, у нас не достает ветеринарная служба до курятников и страусятников. Вполне возможно, нужно будет страусиную ферму. Так, минутку. У нас недостаточно ресурсов лен и недостаточно перепелов. Посмотрим, для кого. Лен за 12 тысяч. Давайте мы купим. Это не такие уж и большие деньги. 6 тысяч. Все. Теперь мы эту проблему с вами полностью устранили. И пока мы дожидаемся выполнения вот нашего последнего задания по пшенице, которое у нас блокировалось из-за зимы, я предлагаю сделать небольшую реконструкцию. Мы перенесем сейчас вот эти вот малые курятники с перепелами. Мы их перенесем вот сюда. А эти мы нарушим. Для чего это я сделаю? Потому что у нас оказывается небольшой охват ветеринарной клиники. Как видите, он достает только вот до этого местоположения. Поэтому, перенеся курятники, мы сможем обеспечивать полностью ветеринарной службой всех наших перепелов и страусиных. Ну, страусиных, я думаю, вообще нарушить, они нам не очень выгодно. И переместил я все курятники и всех перепелов на новое место. Теперь спокойно у нас здесь достигает ветеринарная служба. И вот эту штуку, я думаю, нарушить. Она нам, скорее всего, не понадобится. Нужно, наверное, продать всех страусов. Человека можно будет освободить от занимаемой должности. И так как у нас здесь больше ничего нету, давайте снесем эту страусиную ферму. По заданию нам это больше не требуется. А как я посмотрел, страусы, ну, не очень выгодны для выращивания, а занимают они приличное место. Лучше здесь построить какой-нибудь завод в будущем. Ну что ж, давайте, мы тогда продаем всех страусов. Этого человека мы временно увольняем. Здесь мы нарушаем эту страусиную ферму. Не знаю, нужна ли она нам или не нужна, потому что с нее особой какой-то прибыли, особых доходов нету. Так, а что-то животным якобы не хватает. Давайте посмотрим. Здесь им не хватает, животные голодные. А, ну, потому что я только-только назначил человека. Он, видимо, еще только-только поехал на склад, поэтому давайте оставим. Не буду я все-таки делать ничего страусиного, потому что, ну, небольшие на этом деньги. Вон, лучше на варенье. Лучше еще, кстати, один завод с вареньем поставить и по 200 тысяч продавать. А перепелиные яйца и вот перепелиное мясо, это тоже все стоит копейки. Может быть, козы у нас нет, пока что не начали расти. Молоко тоже пока что у нас нету. И здесь молотые семена мака. Цены упали. 11 тысяч. Не будем пока что это продавать. Это невыгодно. Лучше квашеную капусту на пике цен продадим. И лен. Лен нам нужен для переработки. Смотрите, у нас 5 тонн клубники. Ох ты. Страусиные яйца 15 тонн продаем. Перепелиные яйца. Они у нас, кстати, должны продаваться в автоматическом режиме. Да, они у нас сами продаются, поэтому их не так уж и много. Кажется, на самом деле, это очень-очень выгодно. Закончилась у нас, друзья, черная смородина, и это прекрасно. Поэтому мы переназначаем на клубнику. У нас ее 5 тонн сейчас сюда привезут и будут перерабатывать практически всю зиму. А здесь у нас скоро должен закончиться крыжовник. Так, тонна всего осталось. И мы ее переделаем на малину, потому что у нас тоже всю зиму вот здесь вот будет выращиваться малина. Как у нас дела с коровами? Все, по 4 везде. Ну, можно будет сейчас переработать коров. Да, давайте, наверное, переключаемся. Заработаем себе немножечко говядину. Здесь, здесь, здесь. Сразу пусть покупает вот так вот по 2. Отлично. На этом мы тоже заработаем достаточно приличные деньги. Ну и продолжаем закупать персонал. Никогда не помешает взять каких-нибудь лишних профессионалов. У нас, к тому же, вон сколько много заводов. Поэтому посмотрим, можем ли мы устроить элитных людей. Здесь никого нету с выносливостью. Здесь тоже у нас никого нету. И здесь пока что зимой невыгодно. Кстати, у нас уже февраль месяц. Давайте посмотрим, как у нас вот эти временные работники. Все ли они разбежались? Нет, 6 человек осталось, потому что с 1 февраля они, видимо, уходили. Я не успел посмотреть зимой. Но потом были наняты вот эти вот 6 новых человек. Еще меньше даже. За 800 франков. Даже меньше, чем той тысячи, которой я им назначил. Можно, кстати, увеличить еще и время работы. Но тогда, я думаю, они все будут с низкой производительностью. А нам оно не нужно. Когда же, наконец-то, у нас все. Смотрите, друзья. У нас здесь снялся значок. Следовательно, мы можем сеять пшеницу. Такую озимую, наверное. Чтобы она у нас все лето выращивалась. Недостаточно ресурсов коров. Коровы 27 штук нужно будет закупить. Но здесь мы их уже отсюда всех перевезли. Да, сейчас их тут доделают. Последних коров. Говядина продастся. Деньги мы еще дополнительно заработаем. И продадим какие-нибудь мелочи. Так, что у нас? Молотые семена. 11 мака. Давайте продадим. Шерсть. Ох ты, как хорошо выросла в цене. Перепелиные яйца в автомате продаются. 7 тысяч на варенье. На квашеной капусте. Смотрите, половину квашеной капусты мы уже переработали. 6 тысяч и 8 тысяч. Прям вообще хорошо. Мы собрали урожай ржи. Так, друзья. Наверное, рожь можно будет на муку перемолоть. А лен у нас... Вот, тонна заканчивается. Ладно, дождемся, когда у нас закончится лен. Тогда переключим завод на переработку ржи. Трактора стоят. Кстати, трактора-то стоят. А как у нас ремонтник? Вот, смотрите, он поехал. Что-то починил вот эту вот тележку. Да, смотрите, на 90% он у нас чинит. И он постоянно куда-то выезжает. Пока у нас зима, он, думаю, починит... Вот, смотрите, здесь 70%. Где у нас еще сильно изношенные 80%, 90%. Ну, я думаю, что сейчас он все у нас отремонтирует. Все вот эти вот навозовозилки, навозоразбрасыватели и прочие прицепы. Трактора. Трактора он уже, кстати, починил. Я так думаю, сложную технику он чинит у нас в первую очередь. Пришла весна, все оживает. Сейчас самое время возобновить полевые работы. Что ж, друзья, отлично. Давайте сразу же посмотрим. Может быть, мы сможем купить себе... Во-первых, нам нужно людей набрать с переработкой и с выносливостью. Если, конечно, такие есть. Так, выносливость и растения. 1100. Но вот это вот очень неплохо. Давайте мы ее купим вот сюда вот, в постоянные сотрудники. Отлично. И сразу же ее тогда прокачаем в растение и в выносливость. Она у нас сама автоматически назначится. У нас, смотрите, какое огромное количество полей. Так, здесь у нас ручная работа. Я думаю, что мы, наверное, вот так вот тогда убираем всю ручную работу. Я это сделал только для того, чтобы ускорить пассивную. Думал, что мы успеем за прошлое лето. Мы не успели, к сожалению. Поэтому можно будет отменить теперь ручная работа. Пусть все делается в автоматическом вот так вот режиме. По поводу переработки. Я думаю, вот сюда вот мы назначим человека. Ивана Орлова. Который у нас будет хорошо перерабатывать вот этот вот крыжовник. А ты, девушка, давай вперед на работу. Я думаю, что там у нас есть трактора. Да, вот раз трактор стоит. И, возможно, еще и вот здесь у нас трактор стоит. Так что давай, девушка, не ленись. Вперед. Вот, смотрите, начинает засеивать. Что он сейчас у нас делает? Идет посадка. Все, сейчас у нас это задание, друзья, тоже выполнится. Много чего у нас выросло. Много чего мы собрали. Перепилов пока что не хватает. Давайте перепроверим. Нет, здесь все у нас идет хорошо. И курс завершен. Это я выучил дополнительно по производству. Смотрите, друзья, мы выполнили и четвертое задание. На паузе прочитаем. Успех. Собери не менее 5 тонн пшеницы, 2 тонны овса, тонна ржи и тонна гречихи. Ну, мне кажется, что это задание у нас должно выполниться в автоматическом режиме. Сейчас у нас вот здесь вот только-только началась весна. Рабочие у нас, ага, все автоматически сразу же нанялись. Ну, просто нужно будет подождать. Сейчас у нас выполнится это задание само, по себе. И нужно только следить за складами. Из 150-ти 130 уже занято, а в сараях из 173 занято. Нет, пока что нормально. У нас не будет переполняться. Вот эти только нужно еще проверить. 80-70. Вот с этими может быть проблема. Поэтому давайте мы немножечко скинем. Так, овес можно будет скинуть в десяточку, я так думаю. Вот так пока временно продадим. Здесь у нас силос. Тоже нет, заплатили налоги. Кстати, сколько у нас к концу зимы было? 700 тысяч. Отлично. 6 человек бездельничают. 55 человек у нас всего работает на этой ферме. И так как у нас закончился очередной курс, давайте мы с вами на паузе выберем, что же мы будем еще изучать. Смотрите, повышает скорость производства на 15% 90 дней. Очень неплохо. Но я думаю, что использование ветровой установки мы пока пропустим. Вполне возможно, нам дадут это по заданию. Увеличить вместительность складов 30 дней. 20 дней уменьшает цену машин. Но мы уже все закупили. Это бы вот если бы в самом начале мы бы, конечно, сделали. Уменьшает цену машин на бирже, уменьшает счета на 2%. Повышает долговечность за 7 дней. Смотрите, повышает долговечность машин на 10%. Это приличная прибавка всего за 5 тысяч. Да, конечно. И за 7 дней мы это с вами выучим. Отлично, друзья. Давайте сейчас продолжать улучшать нашу ферму. Так, у нас закончился лен. Семечку у нас там уже 6 тонн. Даже вроде больше. 7 тонн. Поэтому, а у нас очень много овса. У нас сейчас будет пшеница. Еще у нас сейчас будет рожь. Поэтому давайте посмотрим. 35. Какое у нас максимальное производство? 30 на ржи мы можем заработать. Кукурузу мы трогать не будем. 32. Так, вот овес. 34. Кстати, очень неплохо. А овса у нас просто навалом. Да, давайте тогда выбираем. И будем продавать овсяную муку. Курс завершен. Мы с вами изучили за 7 дней курс на улучшение машин. Давайте сразу же тогда продолжаем улучшать всю нашу ферму. Давайте начнем, наверное, с самого низа. Посмотрим, что за 7 дней мы можем. Смотрите, курс по управлению персоналом позволяет нанимать до 150 работников. Нам сейчас это не нужно, но для будущего вполне возможно это пригодится. Тем более, это всего лишь за 7 дней. А у нас уже 54 сотрудника работает. Может быть, нам следующее задание дадут здесь все засеять какими-то мелкими-мелкими зданиями. Так что лучше быть заранее ко всему готовым, чтобы не было проблем. Смотрим, что мы можем сейчас продать. Квашеная капуста на пике цен 13. Продаем. Молоко. Ну, с молоком пока что проблемы. Вот, овсяная мука. Смотрите, всего лишь 300 килограмм и 4000. 13. Во, вот это вот очень выгодно. Давайте мы овсяную будем продавать. Курс завершен. За 7 дней мы с вами выполнили еще один курс. Ну что ж, давайте тогда продолжать. Я думаю, что самое правильное будет сначала изучить то, что изучается за минимальное количество времени. Смотрите, уменьшает счета на 2%. Давайте вот это вот изучим за 7 дней. А потом начнем уже изучать более длинные вот эти вот науки. Мы завершили с вами и улучшение нашего производства в том числе. Давайте выберем еще какое-нибудь быстрое улучшение. Смотрите, здесь все по 20 дней. Уменьшает счета на 14. Вот, на 7 дней. Замедляет процесс порчи машин на 10%. За 7 дней это изучается за 1500. Очень выгодно. У нас теперь машины практически не будут ломаться. Еще один курс у нас завершен. Квашеную капусту продаем. И очень-очень на 34 очень много крыжовника мы продали. Все остальное должно у нас овсяная мука. Ну, слушайте, это прям хорошо. Только бы не было бы у нас фиаско с овсом, но стоит он копейки. Наставнический курс. Он повышает работоспособность работников на 10%. Всего за 7 дней мы это все изучим. Находишь на 5% больше дешевых работников. Мы, наверное, вот эту вот всю ветку изучим. Смотрите, она изучается очень быстро. Но она дает значительную прибавку к производству. Да, погнали, наверное. Начинаем с работоспособности. 7 дней пролетят, даже мы не заметим. Я заметил, что у нас часто выдается сообщение о том, что нам не хватает опрыскивателя. Видимо, у нас всего один опрыскиватель. Так, курс завершен. Мы с вами очень быстро завершаем все научные курсы. Ну что ж, давайте продолжим, раз у нас все идет хорошо. Я хотел вложиться вот сюда, вот продолжительность. Курс управления сельскохозяйственными полями уменьшает цену земли на 10%. Пока что нам это, скорее всего, не понадобится. Замедляет процесс порчи машин на 15%. Тоже, пока повременим. Увеличивает скорость восстановления работоспособности работников, работающих на ставку на 15%. Нет. Давайте мы лучше находим на 5% более дешевых сотрудников. Вот это, мне кажется, будет выгоднее, потому что мы с вами имеем вот такое вот здание, где мы нанимаем сезонных рабочих. И они и так работают за какие-то гроши. А тут будут еще приходить более выгодные люди, и у нас, следовательно, будет меньше вычитаться денег. А сейчас у нас уже 850 тысяч. Следующую науку я бы изучил. Техническую подготовку замедляет процесс порчи машин на 15%. Всего 10 дней это будет у нас вырабатываться. Но зато у нас меньше, реже будут ломаться вот эти вот машины. Следовательно, мы не будем тратить деньги на их ремонт. Давайте, наверное, мы с вами закупим прицеп с водой. Стоит он всего 3500. И занимает он у нас 4 ячейки. Ну да, можем его вот сюда вот установить. Все. Итого у нас будет 2 прицепа. Следовательно, мы можем распределять на разные поля. Трактора у нас будут постоянно заняты. Сейчас, в принципе, должен вот этот вот трактор у нас автоматически, да, хотел сказать, забрать прицеп с водой и начинать вот здесь вот поливать. Отлично. Тем самым у нас не будет вообще никакого простоя. Курс завершен. Еще один тоже успех. Ну что ж, как-то у нас прям мгновенно делаются все науки. Давайте мы еще выберем что-нибудь наиболее полезное. Замедляет процесс порчи машин. Вот это я, думаю, возьму за 14 дней. Потому что я замечаю, иногда у нас бывает проблема, что трактора какие-то стоят, их ремонтируют постоянно. Наша вот эта вот сервисная служба выезжает, что-то чинит, что-то ремонтирует. А тут у нас не будут тратиться на это деньги. А все деньги пойдут дальше в развитие производства. Давайте пока посмотрим, что мы можем продать еще. Смотрите, как у нас много варенья на 50 тысяч. Сок начали мы производить. Подождем пока, пусть накопится достаточное количество. И квашеную капусту. Остатки мы с малиновым и с клубничным джемом. Смотрите, цена упала. Больше продавать, кстати, не будем. Льняные семечки оставляем. Сои у нас есть. Кукурузу мы только что купили дополнительно. Все остальное. Вот, смотрите, овсяная мука целая тонна за 17 тысяч. Конечно же, мы ее продаем. И посмотрите, друзья, пока мы там из моркови делали морковный сок, у нас наконец-то начали собирать капусту. Приехал трактор. В него загружают капустный урожай. И сейчас можно будет переключиться на производство капусты. Пришло лето. Время пора отпусков. К сожалению, это еще и бурный период. Время ухода за растениями и начало сбора урожая. Что ж, да, мы начали урожай. Смотрите, у нас здесь какие-то проблемы. Грибок у нас. Средства против грибка. Но у нас людей достаточно. Я думаю, что сейчас придут и все сделают без проблем. И давайте на этой оптимистической ноте мы завершим с вами эту интереснейшую серию. Она у нас получилась довольно большая и невероятно познавательная. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, поделиться со своими друзьями. Ссылкой на наше видео прохождение. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok